здарова народ сегодня хотел бы рассказать вам о такой теме как трудности при укладке газоблока на верхних рядах также тоже самое относится к первому этажу ко второму этажу ну и в общем кто захочет возможно использовать мои такие ролики как скажем так небольшие инструкции но или такие познаватель информационные материалы кто возможно будет строиться или уже строится хотел бы вам рассказать именно об этом то есть основные трудности когда вы укладываете газоблок там уже через там шестой седьмой ряд ну видите у меня уже леса стоят леса уже стоят на втором уровне первый уровень мне уже недостаточно тут я попробовал немножко там вот лестницу по подставлять при кладке там 7 8 ряда лестница шатается она неустойчивая такая немножко решил поднять еще на один ряд мои леса то есть примерно на высоту трех блоков я еще поднял поддоны и чтобы соответственно укладывать то что мне было легче заливать вот эти вот монолитные перемычки над окнами с этой стороны вот с этой стороны потому как вот с этой частью я покорячился с лестницы мне это очень не понравится во первых это очень опасно можно в оконный проем навернуться здесь 6 метров ну если не насмерть то кости переломать и в большом количестве можно запросто и потом очень долго пролежать в больнице если вообще как бы не откинуться мы в общем нарастил леса накидал поддонов здесь там везде и вот эти вот то вот эту перемычку с это страны я уже заливал с верхних лесов намного удобнее получилось намного быстрее вот с этим лет я часа три по моему ну есть где-то я за два с половиной управился то есть основное время уходило на замес бетона так вот вот укладывал сейчас вот этот верхний ряд 10 и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, собственно, вы видели, как приходится шагать аккуратно, выверять каждый шаг. Вот когда несешь газоблок, конечно, можно было заранее газоблок накидать уже наверх, потом его класть. Но я вот сделал это именно так. То есть мне было удобнее закидать и потом укладывать их постепенно по одному. Больше всего времени уходит на подъем сам блоков именно на леса, на верхние. Даже если вы заплатили какую-то сумму за кран, и вам ваши палеты с блоками подняли прямо вот сюда на второй этаж наверх, Допустим, они у вас вот стоят здесь все, все равно на верхние ряда вам придется поднимать газоблоки руками. И вот на это больше всего времени это, собственно, уходит. То есть вы поднимаете на леса, потом берете с лесов, несете этот блок, ставите, неважно, там, накладку, Либо сразу уже промазав клеем какое-то количество метров, потом берете блок, несете его, ставите на место, Выравнивайте обязательно. Я еще обязательно промазываю снаружи щели, чтобы потом не пришлось делать это при монтаже. В общем, снаружи я буду обшивать фасадными панелями. И там, где, ну, возможно, не успел замазать щели, либо забыл, в общем, буду промазывать в процессе монтажа фасадных панелей. Ну, и вот здесь конкретно я промазываю щели. Ушло где-то у меня наряд минут, наверное, 30 на этот, 30-40, может быть, там, я сходил там, на телефон ответил один раз, Потом сходил, в камере у меня аккумулятор сел, я менял аккумулятор в камере, ну, в общем, где-то вот минут 40-час у меня ушло. Ну, а так вот, если брать накладку, ну, где-то, ну, минут 30-40 уйдет, вот, сколько тут, 6 блоков я положил. Ну, и сейчас вот еще доклеил там вот тычки по 10 сантиметров, и вот эти вот скошенные куски у меня оставались, я их пилил под скос. То есть у меня здесь идет где-то около 60 градусов подъем, потому что вверх крыши у меня будет ровно 45 градусов, здесь он уже под 60 примерно идет. Сейчас не помню, там есть какие-то хитрые геометрические формулы, как это высчитывается, угол там, длина и тому подобное. Я же все в скетчапе нарисовал и просчитал. То есть я вот каждый блок просчитан у меня в скетчапе, где сколько там, на каком расстоянии надо отпилить от блока. Подведем небольшой итог. Значит, первая сложность – это подъем блоков наверх. Вторая сложность – это можно навернуться вместе с блоком, если вы ненадежно сделали леса. То есть в моем случае я их просто, поддоны эти, накидал на брус и даже никак не крепил. Еще одна сложность, то есть это в моем конкретном случае, я заказывал газоблок прям вот один в один. И если вы видели мой ролик, можете здесь под ссылки посмотреть. Когда мне разгружали газоблоки, этот паркинсон на манипуляторе опрокинул мне один палет с вилл. И один палет у меня полностью, целиком блоки колотые. То есть, ну как вот они колотые? А, ну в принципе, вот что, видно. Там вот у меня дырка, там вот у меня в углу тоже отколото. Ну, мне в данном случае это особо сильно не мешает, так как я все равно здесь буду срезать 15 см для заливки монолитного армопояса вот по контуру всей моей крыши. Вкратце я рассказал про такие вот моменты небольшие, именно конкретно мои моменты. Как это у вас, как это будет происходить у вас, это зависит от конкретной ситуации. У каждого свой проект, каждый строит по-своему. Ну, я же вот рассказал именно про мою стройку. Понравилось, оцените. Не понравилось, обязательно подпишитесь. Кнопки все под видосами. Ну и увидимся, я думаю, скоро уже в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok